Так, влог начинается в 10 часов вечера. А все почему? Потому что сегодня я влог не снимала, но мне не хотелось сегодня его снимать. Но у нас сегодня произошла закупка в Ашане. Так что будет классический обзор. Почему классический? Ну, потому что это уже классика жанра. Классика нашего логового канала. Давно у нас в муне была... Там маленькая труселя светится у тебя. В смысле, я в шортах, а какие труселя? Значит, погнали. Котлеты рубленые из говядины. Здесь две штучки. На самом деле, бургеры для бургеров. Да, Валерий будет делать бургеры. Итак, дальше. Голубика. Берри коллекция. Ну, что-то на нее подсели. Точнее, я подсел. Уже который раз покупаем. Да. Я купила, смотрите, вот такие милашные салфеточки. Summer cute. В Ашане что-то вообще какое-то помешательство на фламинго пошло. Там много всего миленького, с фламинго много всего. По-моему, они в тренд не попали. Года два назад можно. Это у меня кимчи, но на самом деле, это капуста маринованная по-корейски. Я его очень люблю. Вот именно, смотрите, если вы пойдете в Ашан, вот с такой бобенкой. Я вам говорю, вот с такой бобенкой. Это у меня самый лучший рогачок потом бывает. Че так? Мои самые любимые крабовые палки по 29 рублей. Замороженные. Каждый день. И даже не голос пятерочки. Это пятерочки не такие классные. А вот каждый день супер. Также у нас веджи соусадж. Они, кстати, маленькие вот такие вот здесь и вот здесь. Здесь розовое, здесь бледное. Зелень у меня дальше. Белая дача, витамикс. Я хочу сейчас это все отведать. Город сыра, любимый с детства. С грибами, копченые. Вы реально, кстати, с детства прям охота что-то это вкуса было почувить. Да, нарезок колбасного сыра. Я просто обожала. Колбасный сыр в детстве был топ, потому что других сыров особо и не ели. Дядя Ваня решил порадовать нас вот таким вот кускусом. Маракеш. А я Ваньке доверяю. Дядя Ваня вообще умеет. Он делает очень много всего классного. Мне кажется, мужик на самом деле ночами вообще не спит. Он только варит, варит, жарит. У него закатка. Банки закручивает, да. У него закатка постоянная. Ванек, спасибо тебе большое. Попробуем теперь кускус от дяди Вани. Во все магазины страны поставляет один. Да, я вообще удивляюсь. Это не мужик, это просто мощь. Также я взяла миндальное молоко. Байт, без сахара, 0% флактозы, литр. Попробуем. Брали другого бренда, но сейчас попробуем от Байт. Это более дешевое. Да, что-то сто с чем-то, да, он стоит? А то почти три сотки. Валер взял какие-то себе органик пюре, смузи, вот такие фруктовые. Это вообще как бы детское питание. Это не детское питание, это био там написано было. Типа, все супер-нечуал. Еще вот такое, три вида, три вида супер-нечуал. Green exotic tea for La Midwich. Это капуста-брокколи. Взяла вот такую, сколько тут, я не знаю, грамм вышло. 400, ой, 514 грамм вот такую взяла. Спец, она огромная. Завтра буду запекать ее. Avocado. Как обычно все жестко. Один из двух коробок там. Это маленькие молодые початочки кукурузы. Когда мы жили с Валерой на съемной квартире, ох, я часто вот это лопала. Сейчас мне что-то прям ностальгия нашла. И захотелось снова. Это Валерия для яичницы с утра. Бекон. Здесь прям даже яичница нарисована. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Идеально для, смотри, идеально для яичницы нарисована. Ну все, как надо. Так, зеленый лук-лучок, золотая лук-луча. А там еще что-то было? Это то, что я буду распаковывать завтра. О, помоги, под спину, дорожки. Так покажи, что это такое-то. Ну это, ну покажем. А это все равно будет один и тот же влог. Покажу, Валерия, подожди. Вот такие с семечками, пиквинами. Не знаю, что это такое. Ну типа хлебцы, да. Коротенькие. Соба. Давно-давно не покупали собу. Это гречневая лапша. Гречневая лапша. Это моя самая-самая любимая лапша. Дальше. Здесь идут какие-то вот такие странные штучки. Валера купил. Так. Ты что, 200 рублей стоишь? Я сейчас разбился. Ты бы мне дал по башке, да? Ты аж чё? Розочкой. А ты оставший от этой бутылки по башке мне, да? За это. Вот мы и спалили. Мне просто понравилось именно вот, видишь, смотри. Соберем и перцем. Соберем и перцем. Каково это на вкус? Они две тысячи попробовать. Пойдем дальше. Дальше у меня идет вот такая. Классические макароны номер 9. Я обычно брала номер 7. Чем они отличаются? Сейчас отличила номер 9. Ну, семерка, девятка. Разные цифры. Вот это да. Салат из морской капусты. Дальневосточный. Очень хочу морской капусты. Кстати, она очень полезная. Вот решила я взять. Вкусно и просто. Былочка с кунжутиком. Это делать. Бургеры для недочек, как вы уже поняли. Также у меня здесь есть один, как я его называла? Весовой кабачок. Цукини. Цукини. Мне нравится больше говорить. Звучит более модно. Дальше. Иммуннелли. Свободный дух в теле. Как всегда. Он же огурчики. Ванек. Эх, Ванька, Ванек. Ты прям вообще Ванька любишь. Да обожаю его. Я прям пяточки послую. Шучу. Ты предпочла его, да? Вместо меня? В мужья. Ну, да. Так, дальше у меня сейчас вот такие огурчики. Корнишоны сладкие, медово-пряные. От бренда Кухня. У меня прям об этом думают. У меня уже... Ааа. Раскрывай давай прям сейчас. Слюноделение пошло. О, нет, да-да-да. Обзор с вами до конца. Короче, кармешон такие, кармешон такие. Дядя Ванька кускус. Дальше. Это не консерва. Наслышно. Так, чупа-чупс, напиток с... Кашлемзик, ничего интересного. С чем он там? С апельсином. С апельсинчиком. Вот купила я себе вот такой пакет капусты с морковью по-корейски, чтобы сразу переложить... Это тоже кимчейльчу? Контейнер свой. Ну, закос такой. Так, творожок на утро я взяла. Домик в деревне 0,2%. Это мы взяли тунец для салатов, натуральный. Вот так, чтобы крышечка открывала, так намного удобнее. Не люблю я вот это все. О, мы еще затарились свечками в этот раз. У нас что-то маленькие свечи все почти что кончились. А в Ашане очень много свечей. Короче, мы взяли... Ты когда вот этот успел взять? Это просто без запаха белые. Взяли потом с лавандой вот такие упаковочку. Взяли с запахом жасмина. Вот это обалденно. О, ребят. Обязательно понюхайте. Мне казалось, что может это прям такое что-то химольное, но нет, вот эта свеча просто обалденно. Пахнет. А-а-а. И взяли вот с... Как он этот у нас, как его? Лен? Ой, хлопок. Да, хлопок. С запахом хлопка. Как будто свежепостиранное белье. Очень приятно пахнет. Сейчас зажгем. И так, и половая насадка. Как раз сейчас помою полную ванной туалете и прикошим. Вот такие у нас была затарочка. Да-да-да. Это же как надо все, чтобы стабильно было. Нельзя нарушать традиции. Ставьте лайки, если любите наши закупки. Чем больше лайков, тем больше в следующий раз будет. Давай я замирай уже. Давай, замирай. Все, нормально. Все, увидимся завтра. Всем приветики. Я продолжаю влог, который мы начали вчера с закупки. Вот. И сейчас мы делали с Валерой фоточку здесь. Мне прислали просто новые штучки от Прелесть. Бренд Прелесть. У меня ассоциируется, знаете, с 2007. Почему? Потому что тогда я делала себе очень-очень сильный начес. Давно. И начала я все это лаком Прелесть. Потому что он был самый дешевый, самый доступный. Знаете, такой аромат подросткового возраста. Лак Прелесть. А у них вышла новая всякая линейка. Тут и маска, и шампунь с бальзамом. Даже если это сухой шампунь. Вот. Поэтому у меня будет фоточка. Такая рекламная в Инстаграм. Собственно, с новыми средствами. Сегодня у меня какие, значит, планы? Сегодня я, скорее всего, увижу с Алисой. Это будет часиков 4. А вечером ко мне придет кальц краситься. Будем ее осветлять и тонировать. Поэтому сегодня у нас тоже окрашивание будет на дому. Сейчас я буду запускать стирку. Пока что пропылесошу. Помой полы. Вчера, потому что насадку, наконец, купили для швабры. Была уже вообще очень плохая. Надо везде помыть полы. Итак, для полов у меня сейчас вот такое средство 3 в 1 от Glorix. Ну, в основном покупали, конечно, мистер Пропера. Вот. Этим немножечко непривычно. Я сначала промываю, ну, добавляю вот такую крышечку просто в воду ведерко. А потом уже просто наливаю чистой воды и просто уже прохожусь водой, чтобы не оставалось средство на полу. И еще, кстати, ребят, я очень захотела вспомнить творческие челленджи. Может быть, кто-то из вас помнит. Раньше у меня в группе проходили каждый месяц челлендж блокнотный, где давался список заданий на каждый день. И участники выполняют задания, фоткали свои развороты, выкладывали, собственно, в сам альбом. Вот. Я хочу снова такое устроить. И, кстати, я даже нашла блокнотик, в котором, ну, естественно, я сама буду участвовать. Я даже нашла блокнотик, в котором буду делать эти челленджи. Единственное, что это все начнется с мая. 99%. Камера вырубается сама. В общем, это все начнется с мая. И мне нужно придумать задание для мая. Я вам оставлю ссылочку на свою группу ВКонтакте. Если у вас есть идеи, то пишите там в комментариях. Или, может быть, предлагайте полные уже челленджи. Я постараюсь сегодня-завтра тоже подумать, что там можно, какие задания сделать. Может быть, кто-то из участников сделает. В основном, кстати, у нас делали участники. Они составляли таблички с этими заданиями. Я создавала отдельный альбом, либо администраторы. И первая фотография там были эти задания майского челленджа. И каждый день девочки брали блокнотик, выполняли и выкладывали. Я думаю, для того, чтобы было интереснее, может быть, сделать в конце месяца, например, выбирать 5 лучших работ за все-все-все время. Но, конечно, сложно будет, потому что работ будет точно очень много классных. И, например, пятерым людям там посылать какие-то подарочки. Например, канцелярию там с Алиэкспресс и так далее. Блокнотик я нашла вот такой с Ламинго. Его мне дарила моя подписчица. Он в твердой обложечке. Очень-очень качественный. Easy grow. Вот так вот. И он в клеточку. Причем такую, знаете, в крупную. Вот, он очень классный. Так что, да, если у нас челлендж вступит в силу, то я буду выполнять его вот в этом блокнотике. Так что, пока все у нас планируется, пока что все формируется, вступайте в группу ВКонтакте. Вот, вступайте, подписывайтесь. И совсем скоро там начнется майский челлендж. Главное его сейчас в эти дни нам составить. С ребятами, девчонками все сделаем. Выложим табличку и ждите. Естественно, я тоже буду участвовать, конечно же. И будем публиковать, собственно, на стене группы работы. Вот, так что я вас там очень-очень жду. И часть моих влогов в мае будут занимать, собственно, значит, эти блокноты. Ну, не как я прямо именно делаю. Я буду показывать, какой у меня разворот, по какой теме и так далее. Вот. Всех творческих ребят очень-очень жду в свою группу ВКонтакте. А я сейчас буду делать Леонидовичу домашние бургеры. Купили мы вчера вот такие рубленые котлеты из говядины. Они, в принципе, прям плоские. И как раз подойдут для вот бургеров. Бургера будет два. Купили также специальные булочки. Буду сейчас жарить на оливковом масле. В общем, мясишко. Итак, майонез, как оказалось, у нас кончился. Поэтому сегодня у нас будет черри, вот такой кетчуп. И дай вот этот вот, Валер, соус. И вот такой соус made for meat. Вот, собственно, я уже булочки разрезала. Итак, пошел у нас вход кепуч, как я люблю это говорить. Он у нас будет ложиться прямо на сырок. Декс. Валер еще маленечко булочки себе поджарил. Губа не дура. Так, а еще у нас ягодки упали из холодильника. И вот тут у кого-то в ротке лежит, кажется, одна. Ну-ка, покажи нам. Ну-ка, покажи нам. Грета, ну-ка, покажи. Что у тебя во рту? Что? Так. Ну что ж, домашние бургеры готовы. Вот такие вот они, небольшие, маленькие, но наливные. Все, Валер сейчас это съест. Есть, у меня сейчас будет моя кимчи-капустка. Что-то я не подумала, везде открыла окна. Дом как-то стало холодно. Наоборот, сейчас все позакрывало. Наверное, сейчас включу даже комфорку. Буду греться. Блин, не знаю, замерзла. И буду сейчас монтировать ролик на завтра, на основной канал. Ролик про Алиэкспресс, кстати. Обожаю Алик. Сейчас очень много жду я тут заказов. И, кстати, ставила ссылочки оставлять в своем телеграм-канале на вещи, которые заказываю. Вот. Значит, что я сегодня сделала? Я помыла полы почти что везде, кроме своей комнаты, кроме зала. Это надо будет потом тоже помыть. Леточка, иди ко мне. Я помыла окна в своей комнате. Я помыла обувь зимнюю. Поставила сушить. В общем, все. Теперь ее убираю на зиму. Что я еще? Ну, приготовила поесть. Правда, Валера сразу же это все съела. Ну, и вроде бы все. Сейчас делаю себе кофе три в одном. На скафе я такой нашла пакетик. И попробую заодно, наверное, молочко байт. Итак, я уже собралась. Сейчас пойдем увидимся с Алисой. Наверное, посидим немножечко в поле. Не виделись Алисы уже очень-очень давно. Я приготовила также ей тоже несколько подарочков. Сувенир. Я еще даже, кстати, с Амстердама не отдала ей сувенир. Я купила зеркальце с Ван Гогом, Алисой. И брелок. Вот сейчас это все будут давать. Плюс еще из Америки немножечко все. Ну, и немножечко косметики, короче. Все, сейчас буду вызывать такси. Поеду, наверное, сразу через Алису, чтобы ее захватить. Ну, и вечером около 8 ко мне придет Катя. И мы будем ее красить. Может быть, тоже немножечко вам поснимаю. Надела я тут такую кофточку, которую покупала в Праймер. Кстати, по-моему, как раз в Амстердаме, да, подарили все тут? Да. За Амстердамчик. Свои джинсы уже у меня полюбившиеся. Светленькие. Мне многие говорят, Наташа, носи штаны почаще. Тебе очень идет. Я не знаю, если честно. Я, конечно, более спокойно стала относиться к джинсам, чем вот года 3 назад. Для меня это было, знаете, как огонь. Мне казалось, что я такая жирная в джинсах, что ужас. Причем такой парадокс, что сейчас я как раз-таки толще, чем была тогда. И сейчас вроде я так сильно уже не рыпаюсь. Вот, ладно. В общем, собралась я и пошла. Надо будет еще открытый вечер. Так, ребят, мы с Алисой увиделись. Та-да. Присели в поле и заказали вот такие бутеры с авокадо. Офигеть тут наложили нам. Я хотела еще разделить это на двоих, но поняла, что никак. Я не знаю, где ты есть. Да. У нас хорошая сеть погодка прям. Сейчас немножечко посидим. Весна началась. Наконец-то. И Алиса пока что еще яркие волосы. А то мне любят писать очень в комментариях, сделай что-нибудь. Пока что все хорошо. Итак, ребят, все. Мы нанесли уже Кате супру. Ко мне пришла Катя. Та-да. Мне кажется, вот прошлый влог, где у меня мелькала Катя, примерно в таком же виде была Катя. В таком же примерно. Да-да-да, я не меняюсь. И спустя несколько влогов Катя опять такая. Мне кажется, это просто Наташа все один раз сняла, и теперь просто делает нарезочку, и периодичностью раз в месяц выкладывает это видео. А может быть, это у нас просто традиция такая, светить Катю супрой на голове. Да. Ну а что, пускай. Да, ну а что, салон, на дому, что вы хотите. Мы с Секлей, в общем, время. Сейчас пока жахнем чаечко, и будем, конечно, тонировать. Время, кстати, у нас уже половина десятого, так что мы полуношники. Не детское время. Да, не детское. А мне потому что домой идти. В такси поедешь. А тут идти ты недалеко. Идти недалеко, но, знаешь ли, опасно уже. Я же тебе говорила, что это же не Москва. Что ты можешь обстоять, харакири сделать. Не, не харакири, просто поживя в Москве, понимаешь, что Владимир, это все фигня. В Москве идешь, там... Да, да, учитывая, что у нас два года назад где-то мужика убили за сень дома. Это нормально, ребята. И тут мне стало страшно, да? Ладненько, в общем, будем ждать краску, сейчас увидимся с вами попозже. Итак, нанесли Кате, значит, тонировочку. Слушаем узончик. И Гертруда отбивается от рук. Ты видела? Это, ты яблочко хочешь? Значит, яблочко у нас так ела, прям смачно. Лапочка, видишь, какая? Угу, вытянула пяточку свою. Итак, ребятки, я собираюсь заканчивать сегодняшний вложик. Катю мы покрасили. Да, сейчас сушимся. Труля-труля-труля-труля-ля. Потому что, если ее включать, там вообще все течет в разные стороны. Так что у меня сегодня принятие душа будет в тазике. Либо в этой раковине. Я тоже предложила, так ногу закинуешь, короче, пятку моешь и все. Просто в раковину. Либо сама залезаешь вот так. А что ты поместишь? На корточках-то, да? Маленько же. Да нет. Ну и, в общем, да, сегодня я буду в тазике намываться, ребята. Вот такие вот дела. Завтра будем искать, в общем, кого вызвать. Чтобы нам починили и так далее. Говорится, утро вечера мудренее. Ну, а на этом у нас вложик заканчивается. Увидимся в следующем. Всем пока. Пока. Пока.